Дорогие соотечественники, вот мы и снова встретились с вами и встретились по тому же самому поводу, что и в прошлый раз. Речь идет вот о чем. Один очень мудрый человек сказал, вот все ходят ищут общенародную, общенациональную идею. Что это такое? Он говорит, вы не мучайтесь. Это очень простая вещь. Надо, чтобы народ не воевал сам собой, а надо, чтобы народ воевал с тьмой. Это одна сторона вопроса. А вторая, это вещь, которая называется, ну так, заумно, по-научному, суверенное развитие, а на самом деле очень просто, самостоятельное развитие. Но для этого надо защищать свой суверенитет и не позволять никаким местным и никаким пришлым чудикам бегать по нашим улицам, морочить людям голову и сомневаться в нашей многовековой государственности. Очень интересно мнение молодежи. Говорят, что наша молодежь аполитична, и, мол, все это абсолютно, чуть ли не сказал до лампочки, и сказал все-таки. Вот. Но это далеко не так. У меня сегодня в гостях Дмитрий Рой был. Он там в титрах скромно, просто-напросто подписался. Я ему говорю, Дим, как подпишешься там внизу в титрах? Он говорит, ну, гражданский активист, очень хорошо. На самом деле он руководит очень патриотичным крылом молодежи. Он руководит в общественной палате предпрезидентную комиссию по делам молодежи. Поэтому этот очень активный, очень умный, очень боевитый парень имеет нам что сказать. И про молодежь, и про то, что творится сейчас вокруг нас, о подоплеках событий. Дмитрий, рад тебя видеть. Здравствуйте. Рад, что ты согласился выступить перед лицом наших соотечественников, тех, кому не безразличны судьбы нашей страны, а большинство не безразличных. Скажи, пожалуйста, вот что это за мельтешня, что это за беготня, что это бассейн, откуда-то, как черт из табакерки вылетит. То какие-то консулы соседней страны бегают, что-то там мутят воду, то какие-то примари подписывают за унирию. А потом народ удивляется, говорят, а мы не принимали этих решений. То есть что это за чехарда, что это за чертовщина. Ну, во-первых, спасибо вам за приглашение. У меня впервые, наверное, на вашем канале есть возможность высказать свое мнение для русскоговорящего населения. Это у нас более 12%, если я не ошибаюсь. Если связать вот все это в одну единую и по сеску и... Я тебе скажу больше, учитывая, что наши молдаване хорошо все говорят по-русски, если мы будем говорить по критерию русскоязычности, так процентов 95 населения. Это правда. Так вот, если связать и появление бассейнску в нашей молдавской политике, если связать в том числе декларации, которые принимают местные советы и примары, если связать в том числе принятие этих примаров в Бухаресте, в Бухарестском парламенте, там, где депутаты стоя аплодируют нашим примарам, которые делают антигосударственные действия в Молдове, то у нас складывается на первый взгляд... А Бухарест, извините, они поехали за свой собственный счет или как? Это очень хороший вопрос. Наверное, нет, потому что у них же столетие объединения так называемого, что и на это они очень много денег тратят. Но к этому я предлагаю потом вернуться. Так вот, если связать все это, складывается такое впечатление, что вот нас прям чуть ли не окружили со всех сторон. Любовь и внимание. Ну, естественно, там не другим же. И что наше государство вот-вот разваливается. Но если копнуть чуть глубже, то получается, что это совсем не так. С одной стороны, да, мы имеем примаров представителей определенных политических сил из Молдовы. Это большинство из них представители Демпартии. Очень интересно потом посмотреть в их глаза, какие же они государственники, в том числе Дьяков или Лупу. Но большинство из них — это примары ДПМ. Те советники, которые голосуют, у меня вообще есть сомнения насчет их образованности и понимания, чего они творят, когда подписывают такие декларации. Читали ли они закон местных публичных властей? Читали ли они Конституцию вообще? Умеют ли они читать хорошо, к примеру, или писать? У меня серьезный вопрос, потому что вы посмотрите по селам, кто там в советники идут. Ситуация не самая лучшая. Поэтому говорить, что вот если они подписали декларацию, то все прям, село Парково или колониц обедняется. И у нас тут паника. Мы, страна разваливается. Ну это не так. Обидно, конечно. Конечно не так. Обидно, конечно. С другой стороны, есть генпрокуратура, есть служба информации безопасности, есть законы, согласно которым они работают, и у них есть весь инструментарий для того, чтобы предотвратить это. А раз уж это случилось, то наказать этих лиц. К сожалению, вот мы направили несколько вот таких писем в компетентные органы. Это и прокуратура специализированная. Очень медленно отвечают. Дают такие очень-очень поверхностные вопросы. Я им даю в своем письме... Ответы в смысле поверхностные. Поверхностные. На четко поставленные вопросы. Конечно, я им даю, к примеру, 5-7 ссылок на конкретные законы, но они мне дают ответ только на один. Это свобода мнения. В том числе у меня вопросик к сегодняшнему парламенту, и к бывшим, и к будущим. Насчет бывших, там я знал, что попытки были. Есть 32-я статья Конституции, где написано, что есть у человека право на свое мнение, его говорить и так далее. Но не у официального лица. Это тоже. Но есть и другой пункт, где говорится, что отрицание государства и народа предотвращается законом. То есть наказывается. А у нас же ведь по-хорошему, давай посмотрим, они не только государство, которому... Они и народ, они и языки, все что хотите. Мы часто слышим, но вообще нет такого народа, как молдаване. Ну, эти люди зачастую... Вот Штефан услышал бы такое? Нет, даже вопрос в другом. Вот если мы затронулись, коснулись немножко темы Штефана, вопрос в другом. Они все его славят, как самого великого из румын. Вот для того, чтобы наши зрители знали, как он стал самым великим из румын. Внимание! Во времена Стефана Великого Был такой термин? Румын, румынское? Нет, нет. Хоть в одной хронике. Я читал хронику. Нету. Я читал хронику. Там написано только Мунтиния Мунтинес. И там даже... Этот, воевод Мунтинес. Там нет такого слова. Или Умгра Влахия. Да, встречается и такое. Такое встречается в древние времена. Так вот вопрос к этим, которые сейчас говорят, что он самый великий из румын. Чтобы они знали, что на одном из румынских телеканалов просто поставили телевотинг. Там был и Влад Цепеш, и Михаил Витязу, и Штефан Чалмари, и другие. Оказалось, что за Штефана Великого проголосовало аж 17%. И он был первым. Ну, то есть он занял первое место по количеству голосов. Я не знаю, сколько точно голосов он набрал. Но 17%. И исходя из этого, его проголосили самым великим из румын всех времен. Что является, конечно, никаким аргументом и так далее. С другой стороны, вопрос такой же серьезный. А почему Штефан, если он самый великий из румын, не сделал этого объединения? Почему? А ведь он пожег Бухарест пару раз. Несколько раз, да. И проблем не было объединять. И в том числе он и Трансильванию там неплохо. И он говорил, чужой земли нам не надо. Вот. Хорошая точка поставлена в этой теме. Штефан Чалмари не был румынам. Штефан Чалмари вообще не знал, что есть такая румынская нация. А ее вообще по определению не было. В то время и не было. В ней не было, да. Поэтому говорить сейчас такой бред, ну это, извините, очень серьезно. И в том числе со стороны академических кругов из Республики Молдова и из Румынии. Да, учебники глянем. Учебники это, да, страшненькая история. Кстати, насчет Приднестровской войны в учебниках по истории 11-го и 10-го класса в лицеях там всего лишь одна страница. На такую серьезную драму нашей истории там всего лишь одна страница. В чем кровавая драма, братоубийственная. Вот это отношение наших академических кругов к нашему прошлому. Там, где нужно замалчивать и так далее. Потому что можно же поднимать и документы, кто отдавал приказы, кто тогда голосовал за какие-то законы, кто что говорил в прессе, кто там нагнетал ситуацию с русскоязычным населением. И кого потом в окопах никто не видел. Естественно, там они же здесь музыка играла в Кишуневе, они чай пили на террасах, а там люди воевали. Трактористы, полицейские. Вот в этом суть и драма нашего народа. Потому что мы зачастую слишком много слушаем наших правителей, а они довольно не искренние люди. Они не патриоты зачастую. Они не те люди, которые хотели бы, давайте скажем так, жертвовать своей жизнью для благосостояния нашей Родины. Поэтому в окопах их никто и не видел. Естественно. Только людей подзуживали. Ну, стоит отметить, что вот кроме этого у них есть очень хорошие актерские качества. Вот посмотрите на Михаила Гимпу. Врать они умеют. Естественно. И не краснеют. Вспомнить хотя бы слова Мариана Лупы про молдавский язык и так далее. А у него вся партия голосует в парламенте, в комиссиях за изменение этой статьи. Так когда Мариан Лупа у нас искренний человек? Михаил Федорович Гимпу говорил в комсомолке, что мы не за объединение. У нас такого в уставе нет. ПАК выходит на президентскую гонку с картой Великой Румынии. И даже несколько дней назад он поставил у себя на странице пост, где поставил карту Великой Румынии. И сказал, что это должно быть будущее Харта Румынии, где включены мы, включены территории из Украины, из Болгарии, из Сербии, из Венгрии. Это у меня сразу вопрос здесь выскакивает. Достаточно ли здорового этот человек на голову? И какие у него вообще моральные принципы отсюда? Не то, что продавать Молдову, но это ясно, это его служба и его жизнь. Он же и чужими территориями торгует. Он еще и чужими, вот именно. И как могут дальше такие люди находиться и в парламенте, и во власти, и делать политику, и поделять погоду в Молдове, и говорить, как нам надо жить? Это и вопрос к нашим людям. Вот когда они встречаются, у меня есть достаточно хороший опыт, когда я встречаюсь с чиновниками нашей молдавской власти, и они начинают рассказывать такие красивые истории. И вот вспоминая Сталепа, вот так и спрашиваю, что ты несешь? Вот про что все это? Когда задаешь конкретные вопросы, там тема уже выскакивает. А ты откуда? Ты чиха? Значит, ты все уже меланколик, ты тоскуешь по Советскому Союзу, ты молдовинист, да ты нездоров на голову и так далее. То есть начинается сразу этикеток на тебя лейбл. А я же задаю нормальные вопросы. Я спрашиваю, когда дороги будут построены, когда зарплаты повысятся. Когда начнем уважать интересы собственного народа и собственного государства. Тема эта достаточно страшная, потому что люди, которые говорят про свободу слова, про евроинтеграцию, про европейские ценности. И, кстати, когда я спрашиваю, что такое европейские ценности, обычно ни один человек не может сказать, что это такое. Ну, хотя бы одну ценность европейскую. Это как Михаил Федорович не знает, что такое либерализм. Ну, вот именно, да. Потому что они действовали, когда они были при власти, либеральная партия действовала не как либеральная партия, а действовала больше как коммунистическая. Она постоянно что-то запрещала. Я помню, как он там показали кадры, как он бедного Маринуцу. Очень по-либеральному. А вы что хотели? Кто сказал, что будет хорошо? Причем я смотрел на того Маринуцу, он наслепшевельнул рукой, Михаила Федоровича потом полтора месяца подкачивали. Но он сдержанный военный. Ну, это их внутрополитические. Не, ну, это говорит о доктринах, о либерализме, о всяких этих. Ну. Понятия они не имеют, что это такое. Ну, вот мы же развиваем сейчас. Мы в начале передачи говорили про молодежь. Я вспоминаю девятый год, когда у нас проходила вот эта попытка государственного переворота. Очень мало из молодежи, кто понимал, что творится. Там реально было такое впечатление среди них, что вот уйдут коммунисты и начнется прекрасная жизнь. Теперь из моих близких и друзей, которые бывали на площади тогда и протестовали, в том числе бросали камнями в парламент и в президентуру, в том числе воровали ручки, не знаю что, со столов депутатов из парламента. Не важно, ждали, стипендии повысят, многое другое. Ну вот, большинство из них сейчас не в Молдове. Они уехали. И нет хорошей жизни. Вот здесь очень важный момент, чтобы наши граждане, которые уж очень тянут на всех, то ли в Румынию, то ли в Европу, то ли в другую сторону, чтобы они понимали... Чудес не будет. Нет, нет, чтобы они понимали, что если он ошибся, ну хотя бы в следующий раз, ну помолчи хотя бы. А то получается так, те, которые в 2009 году говорили, что все вы, которые не поддерживаете эту революцию, вы ненормальные. И через несколько лет, ну когда были президентские, к примеру, они говорили то же самое. Говорят, так подождите, ваша же власть, вот тут сколько лет уже правит в Молдове. Чего, чему вы не рады, что вам опять не нравится? Да. Опять мы виноваты. Поэтому хотя бы вот показать маленькое уважение друг к другу, понять, что наши идеи остаются нашими идеями, и мы не должны их навязывать другим. Сейчас у нас по школам идет такая серьезная акция, кто быстрее продаст родину, знаете? Ну-ка, ну-ка, что-то занавленное. Я вам серьезно говорю, кто более красивую Великой Румынии карту нарисует, кто песню до слез поет про Великую Румынию и так далее. И они вот стараются поднять эту волну до 27 марта, чтобы показать, что весь народу прям тоскует как... Но если взять так серьезно, то это делают, и мы конкретно уже написали несколько обращений в Центр по борьбе с коррупцией национальным. Потому что там в этих лицеях коррупция очень на высоком уровне. Я заметил вообще, где больше уровня чужого запрутского патриотизма, там что-то больше всех. Вот Михаил Федорович как-то вот и он, и его племяннички оба, что финансисты, показали высочайшие образцы скромности. Да, и губернатор Нацбанка, при котором был украден миллиард, и этот Шалару, при котором... Все вот эти ребята, все... И я заметил, вот чем больше патриоты запрутские, вот тем почему-то больше воруют. Потому что наши товарищи, простые граждане, унионисты, которые голосуют за эти партии, которые постоянно выходят на их митинги, они не понимают одного простого момента. Когда они декларируют себя унионистами, и они говорят, что Молдова — это какое там государство? Стат Ешуат. Фалиментат. А банкротство, государство банкрот. Они не понимают, что когда один политик говорит со сцены или из парламента вот это слово, он себя косвенно признает политическим импотентом. То есть он ничего делать не может, кроме как продать вас всех другим. Нет, вопрос. А че ж ты, парень, во власть пошел? Да? Иди дальше. Иди гуляй. Мне интересно, как Михаил Федорович или как Шалару будут работать или развивать какие-то политические идеи в Румынии. Там их выгонят и никто не примет. Там их сотрут в порошок. Вот пошел... Ларе, помнишь судьбу? Есть еще другие политики. Хадыр, к примеру, сейчас сенатор. Вот что с ним? Уже прошло больше года, год и три-четыре месяца, когда он стал сенатором. Вот где этот человек? Что с ним? Румынский народ чувствует счастье от того, что они взяли одного предателя в несколько раз. Отсюда, из Кишинева, взяли себе в парламент. Я думаю, и они не рады этому. И вопрос, в том числе, к тем, у которых румынское гражданство. Здесь они ходят на выборы. Ну, проголосовали. Ну и что? И что дальше? Ты знаешь, что я тебе хочу сказать, Дима? Я вот долго думал. Вот таких людей, например, как Хадыр, как и прочее, их нельзя назвать предателями. И я тебе скажу, почему. Давайте. Смотри, предатель, хотя стихи о Ленине, там и все такое. Но, допустим, вот я тебе дам простой пример. Вот брат Михаил Гимпу. Можно его любить, не любить, соглашать. Но достойно уважения. Он страдал, он унионист. Он сидел при советской власти. И вот этот человек, вот я его не могу назвать предателем. А этот человек, вот он так считает. И он за эту веру на костер пойдет. У него есть своя позиция. Честь и хвала таким людям. Я не согласен с его, как бы. Мнение? Ну, я уважаю его как личность. А тут как-то вот перевертыши. То мы пишем там о коммунистическом воспитании молодежи, там о национальной политике, правильной. В 89-м. В 89-м году Хадерко говорил с трибуны Ленинской тогда еще. Как бы перевертыши. Он говорил про надобность укрепления статуса молдавского языка. Через 20 лет этот же человек говорит, а нет такого языка. Вот ему когда верить? Тогда, когда он был уважаемым человеком в литературных кругах Молдавии. Или сейчас, когда он сенатор в румынском парламенте. Вот ему когда верить? Мне не нравятся такие люди, не нравятся такие позиции, когда я встречался не раз на других каналах. Ну, ты знаешь, что они говорят, не амдештептат. Вот были темные. Наши поздравления. И вдруг они, вот я пару историков. Вопрос, сколько это стоит? Дештептайр. Сейчас я тебе расскажу. Вот я с парой историков таких встречался, что раньше Асану, а сейчас, значит, все там советы, все это было плохо в Союзе, все было не так. Они когда-то писали обратное и диссертации о надоях, о роли партийной организации повышения надоев молока в Страшенском районе. Вот такие историки. Сейчас они доктора истории и так далее. И очень интересные мужички. И вот я как-то вот смотрел, беседовал с ними, я многих знаю. И у меня такое впечатление, Дима, ты вот показал вот это дело. Человеку надо кормиться. Семья, денег нету. А тут такое поприще, значит, надо хвалить, но не то, что хвалил ты дальше. И вот тут очень хорошая вещь. А что хоть не-не-не. Мам-де-штиптат. Проснулся. Свалился от кровати, проснулся и стал на правильный путь. Но они же не делятся этой зарплатой с другими. Вот здесь самый главный момент. Чтобы люди знали, чтобы люди понимали. Ну, конечно, никто не в доле, только один. Чтобы люди их различали, потому что у нас и в журналистских кругах, и в академических кругах, и везде, где хотите, есть такие люди, их очень много. Они получают тихонечко свои зарплаты, либо в посольствах, либо в консульствах, либо через какие-то проекты. И вот есть, я изучал в свое время, где-то в декабре месяце, наверное, изучал сайт Министерства Румын отовсюду. И там через закон о транспорядке... Внимание, Дима, дорогие соотечественники, это чтобы вы знали. Значит, это Румын Депритутиндень, то есть Румына отовсюду. Это не какая-то общественная организация. Это вот Прибасевску, это было очень мощное, хорошо финансированное, я думаю, сейчас организация. И сейчас это целое министерство. Извини, Дима, за ремарку, просто люди могут подумать, что это какие-то там собрались, там финансируется все. Это одно целое министерство в составе румынского правительства. Раз. И два, если люди, которые нас сейчас смотрят, они могут найти это в интернете и посмотреть, что они там на своем сайте пишут, что в Молдавии проживают 4,5 миллиона румын. Они не то что прибавили 1 миллион, а еще и гагаузов, русских, украинцев, болгар, все, кто хотите, и молдаван в том числе, сделали румынами. Так вот, там есть список организаций неправительственных, телевидений, радио, газет и так далее, сайтов, которые подали заявки на грант. Есть такие проекты ближе к Румынии, ближе к Европе, к примеру. Я не хочу сдать сейчас название этого сайта, но этот сайт, который пишет постоянно что-то очень плохое про нас, и как только мы выходим с какой-то инициативы или критикуем тех, которые продают и разрушают наше государство, сразу набрасываются на нас. И я нахожу их в этом списке, где у них проект на 450 тысяч лей. Тогда я это понимаю, почему они это делают. Они нашли кормушку, они оттуда кормятся и критикуют, и выливают всякую грязь на нас. Но, чтобы наши граждане знали, что это именно так, а то они не знают, они думают, что это нормальный сайт, знаете, и они критикуют больше что-то. То есть они видят какой-то флешмоб и думают, вот молодежь с порывом вышла, а там главари получили денежку и на этом прелесть закончили. И если посчитать в целом, сколько такие газеты, как «Флорилет Далбе», «Литература Шиарта», «Дискидемда», «Инкидемда», «Унимеди» и так далее, «Зе ЧТВ» и всякого рода такая журналистика, они только за один, а там два дедлайна в год, только за один дедлайн, по-моему, подали проектов на 95 миллионов лей. Вот сколько стоит румынская пропаганда в Молдове? Только это на полгода 95 миллионов лей. Это только по журналистике. А потом мы удивляемся, что творится по селам бегают, по городу бегают. Но я знаю, что я тебе скажу. Все-таки они бездельники. На такие деньги можно было обклеить весь Кишинев. Я думаю так, процентов 90 оседает у главарей в карманах, еще часть у тех сержантов, кто там пониже. Но остальное вот такое результат. Слава Богу, что они все жулики. Чем больше патриоты жулики, вот иначе бы было… Но они не больше патриотов, они больше унионистов. И больше жулик, я смотрю. Они очень хотят поднять эту волну сильнее и сильнее. Это началось, если бы так откровенно, с 2010-2011 года. Эта волна, когда появилась Аксюня 2012, непонятно, что с ней сейчас. Потом еще пару… Кстати, а куда она делась? Не знаю. Кричали, что они в 2018 году все там… Да, так ждем объединения. Где они? Да, естественно. И вот они начали тогда эту волну. Но ихняя идея простая. Они хотят воспользоваться 142-й или 144-й статьей в Конституции, где написано, что через референдум можно изменить статус суверенного и независимого государства. Но тогда мы отказываемся от Приднестровья и, естественно, от Гагаузи. Ну ладно, Приднестровье, до Юрия, наша территория, де-факто, они независимы. Но Гагаузи-то мы сами прописали в законе, что если мы теряем независимость… Не забывай, если еще Север, который так помалкивая, бузит. И он рано или поздно покажет Ираке зимой. Согласен. Люди, которые обширно понимают вот эту тематику, они дойдут рано или поздно до того понятия, что здесь будет гражданская война. Просто так никто… Как Украина. Вот мы с Николаем говорили по Скару на прошлой передаче. Он говорит, Виктор Иванович, что вы как на Украине. Есть люди, которые взяться за оружие, за свойство, суверенитет. Вот. Это не шутки. У нас даже в Гагаузи объявило столетие румынской оккупации в Гагаузи. И я с этим полностью согласен, потому что, изучая исторические данные, не только нашей стороны, но я вам скажу честно, в школе я же проходил всю эту пропаганду румынскую. Я все это знаю, выучил. Но есть одно, когда тебе подают очень красивую историю про то, как народ очень сильно хотел объединиться без никаких данных и документов. И что было в реальности. И что было в реальности. И вот у меня вопрос и к товарищу Басецку, который говорит, что объединение должно решиться в парламентах двух стран. А нечего спрашивать этот народ. Ну, понятно, за кого они нас считают. Ну, нечего быть ласпрятать, что народ. Понятно, за кого они нас считают. Вот, естественно. И они говорят, что вопрос должен решиться в парламенте двух стран. Точно так же, как это решалось в 2018 году. Но только в 2018 году, вот я когда нахожу... Кстати, никто не избирал тот... Вот. Когда мне люди говорят, вот есть такая молодежка, которая... И референдума обещали? Ничего, да. А его не было? Международного признания не было. И это было вообще нелегально. И референдума не было. И вот когда я встречаю какого-нибудь активиста, униониста, который говорит, что ну тогда же проголосовал Сфатул Церий. Я говорю, кто такой Сфатул Церий? Ну, несколько имен хотя бы мне дай. Я говорю, вот мы избрали... Это наш парламент сейчас, да? И он там продался, перепродался. Непонятно, что с ним. Перебежали из партии в партию. Никто им не доверяет. Вот нынешнему, избранному по демократическим принципам парламента никто не доверяет. А вы хотите сто лет назад, когда никто непонятно откуда попал в этот парламент, сами себя между собой там избрали, кого-то убили, потом замерили. Еще порастреливали, да, куча патриотов. И вот когда задаешь этот вопрос, то ты понимаешь, что человек на самом деле и не вникал в суть. А им и не надо вникать в суть. Вот официальная точка румынской историографии – это не вникать в суть. Нечего спрашивать. В колотели в голову, все. Что было между тем моментом, когда ушли римляне из Дакии и момента появления наших... Не важно, это не важно. Важно, что римляне пришли и сделали румын здесь на месте. К сожалению, есть такая молодежь, которая ведется на это. Но я рад, что все больше и больше людей, либо, а, не заинтересованы в этой тематике, что тоже хорошо. Есть молодежь. То есть молодежи надоел этот унионизм. Есть молдавская государственность и все. Идите вы, не тревожьте, не морочьте голову. А есть молодежь, которая реально вникает в суть, интересуется. И у них появляется такая сильная мотивация дальше развивать эту тему. То есть общаться еще с другой молодежью на эту тему. Что это дает определенный очень хороший эффект. Я по своему опыту скажу, что ребята, которые в свое время были унионистами после, скажем, 2-3 месяца общения с ними, то они меняют свое мнение вообще-то наоборот. И отличие между молдавинистами и государственными унионистами, что я говорю, я, вот, к примеру, вообще не говорю, изучай все точки зрения и выбирай свое. А они говорят, нет, у него неправильная точка зрения, у меня правильная. Я говорю, изучай все точки зрения. И делай выводы. И делай свои выводы. Для чего? Да вот есть. Если взять нашу историю и немножко проанализировать ее с точки зрения логики, то там очень много моментов скрыты. Зачем надо было в Молдавии объединяться в 18-м году с Румынией? Непонятно. А в 59-м году? А кто такой Куза? А раз он такой национальный герой, почему он умер, как пес среди чужих людей? Да, в Берлине, как собака. Почему? Вопрос. А им нельзя спрашивать это? А почему в Бухаресте нету ни памятника Стефану, если он такой великий румын? Почему Молдавия самый бедный регион Румынии через 150 лет объединения? Ребята, подождите, они говорят, что они богатая страна. А Куза был молдаванином, инициатива из ЯС шла у них. Вот, вот. Есть такие простые моменты, где скрывается истина. Вот есть, я не помню, не знаю точно на русском, там, по-моему, окломатил Александр Иван Куза Перу Милков. То есть там на реке Милков, где было... Милков между Молдовой и царом Румыниаской, царом Молдове. И он взял пограничников с одной стороны и с другой стороны и сказал, сейчас пожмите друг другу руки, со сегодняшнего дня вы братья. Вопрос, а кем вы были до сих пор, если вы только с сегодняшнего дня братья? Значит, тогда мы не были братьями. Но вот в таких маленьких моментах и скрывается истина. Потому что если бы наши люди читали, если бы наши люди знали молодежь, они бы хотя бы задумывались. Не надо брать определенно какую-то позицию. И вообще, я считаю, что, к сожалению, наши политики, политические партии, и не только отсюда, но и из Румынии, они искусственно надувают эту тему, чтобы люди не обращали внимания на... Что там слышали у нас с миллиардом? Павел Флип обещал там поставить экран, где будет в электронном онлайн-режиме показано, сколько денег они вернули. И где экран? И где деньги? И где деньги, да. Ну, Филатов посадили, отлично сделали, очень хорошее шоу. Ну, а дальше что? Миллиард-то где? А Чешуев у вас здесь в передаче говорил же, что территория подготовлена, чтобы украсть еще миллиарды долларов. И ушел Чешуев. И ушел Чешуев, да. Я не исключаю, что... Навсегда. Да, светлая ему память. Вот на эти вопросы никто не обращает внимания. Вот Плохотнюк говорит, что он сделает 1200 километров местных дорог. А что ему мешало за все эти годы делать? А с 16-го, 16-го, летом 17-го? Нет, вот другой вопрос возникает. Откуда деньги, Зим? Ведь это, извини, 1200, ого, какие по нынешним временам деньги. К сожалению, экономическая ситуация у нас в стране такая плохая, что они и искусственно надувают эту тему. Я не исключаю, что есть команда сверху, там, где они знают примаров, что у них есть такие наклонности унионистки, чтобы они голосовали. Я думаю, знаешь, что касается, как это, мол, так, примары от Демпартии, правящей фактически партией, а унионистов работают. Я думаю, это попытка демократов перехватить часть гемповского электората. Но со спичками играть не надо, это опасно. Ну, у них же, вы знаете сами, вот хотел там Дмитрий Георгиевич что-то сказать про эти декларации, знаете, ему рот закрыли. Канду вышел и говорит, мы не будем критиковать эти декларации, потому что могут появиться другие декларации про объединение с другими странами. У меня вопрос, ты какой руководитель? У тебя все нормально, там, в голове с принципами, с логикой? Что значит, мы не будем критиковать, могут появиться другие? Да нужно запрещать все эти декларации, объединяющиеся с другими. Ну, вы представляете, город Двенец, декларация, что она объединяется с республикой. А на Украине это было сплошь и рядом. Ну-ка вспомни, вот как раз в те времена, когда у нас сватываю царь, куры лесил, да? А в это время там гайда маки, батька махно, батька там, там этих батек было. Столько шансов. Что там не какая-то местность, там свой батька. Вот было такое. К сожалению, то, что нужно, ну вот какой урок из всей этой истории с декларациями, что у такого рода преступления нет срока годности. И мы обязательно раньше или позже вернемся к этому вопросу. Потому что там стоит, вот что меня огорчает, что мало людей вникает в суть. Вот там стоит подпись секретару консилюлы, что является функционар публик. Да, публичное лицо, администратор. Да, и вот функционару публик, когда вступает в должность, но у него определенные там льготы и так далее, то он дает журамент. Присяга, так же. И там в присяге написано, что я обязуюсь уважать законы Республики Молдова, защищать и развивать суверенитет и независимость Республики Молдова. Вопрос, когда он ставит подпись под такую декларацию, он защищает независимость и суверенитет? Нет. Ну это очевидно, что нет. Тогда что он дальше делает на своем посту? Почему его не увольняют? Почему кончаларь аттестат не выходит с определенными обращениями и так далее? Почему прокуратура никак не реагирует? Попробовали бы в Соединенных Штатах Америки, в сияющем доме на холме, вот такие вот несколько штатовских примарей, вот такие вот вещи объявить. Там вообще-то были случаи во Флориде, еще, где говорили, все, мы объявляемся независимо от основной территории США. Конгресс делал вид, что ничего не происходит. Но по просьбе они скажи при этом, что мы присоединимся к России или к любому другому государству. Ой, я думаю, за 24 часа всех бы разровняли. Ну, наши запрутские унионисты, политиканы, они настолько бессовестные, что они даже не понимают, что они выходят за грань логики и морали. То, что они делают, не вписывается ни в одну мораль, логику, идите в любую страну и скажите, что... То есть в мозги не вписывается? Никак. Для них это, конечно, показать, что вот, аж села уже, у них уже надоело слушать это правительство, у них уже села идут отдельно. Но там есть очень страшный момент. Вот когда они говорят, что это символическая декларация, вопрос, как можно символически обращаться к Румынии и сказать, что вы должны забрать нашу территорию? Другое, как можно обращаться... А заберите нас символически. Да, как можно обращаться символически к парламенту и говорить, сделайте конституционные изменения, чтобы мы смогли нормально объединиться с Румынией? Вот это что за символичность, меня интересует? И еще, если это символичность, почему там стоит печать при Марии? Не, а почему бабки тем ребятам, кто собирали эту символику, я думаю, не символически им леи платили? Ну, вы же знаете, в прессе появилась информация, там 1400 евро, 2000 евро за декларации. Если это действительно так, то тыж и позор. Ты знаешь, я склонен верить. У нас в Молдове секрет, больше двух-трех часов не продержится, если о нем знают несколько человек. И какие суммы ты говоришь, народ говорит? 1400 евро, 2000 евро стоит декларация. Ну, глаз народа, глаз Божий, видно так и есть. Дайте... Кстати, что такие символы дешево стоят? За символы люди на войне, в жизни... А тут как-то сколько, ты говоришь, один символ? 1400-2000 евро. Ага, такая цена за символ государственной. А с чего вы взяли, что у таких людей, которые такое голосуют и берут еще за это деньги, у них цена есть? Ну, то есть они умеют себя позиционировать хотя бы. Они сегодня, если посмотреть в их истории, то не исключено, что они были еще в десятерых партиях до этого, начиная с ласточки и заканчивая розочками. То есть туристы партийные, понятно. Ну, попал такой шанс, вариант, сделали, потом отмазали, что... Вот у меня здесь есть ответ от одной примарии, где он говорит, да, примар Пухой, он говорит, а этот документ, он нигде не зарегистрирован. Вот пишет мне Петру Фрунзе, этот документ нигде не зарегистрирован. Я спрошу, окей, а почему тогда там написано консилию, локал Пухой, примар Пухой, секретарь Пухой? И печати, все как положено. Почему? Здесь, в колонице мы попросили в примарии, я надеюсь, что они не дождутся моего второго приезда туда, потому что им придется уже побыстрее мне дать документы. Ну, колоница, я слышал, что туда, в свое время, когда Михаил Федорович был интеремат у нас президент, что чуть ли не весь двор, как Версаль, в колоницу переезжать собирается. Нет, нет, но там, они собрали, вы понимаете, насколько велик цинизм этих людей, они собрали экстраординарное заседание местного совета с одним вопросом, чтобы проголосовать за эту декларацию. Теперь у него вопрос, люди, которые голосуют, что обесчезло молдавское государство, получат по 300 леи из бюджета молдавского государства за то, что они за это голосовали, понимаете? Дальше, там 12 мест для подписей. То есть, за счет этого государства они же его и плюнули. И там места для 12 подписей, плюс еще два для Гемпу и для Киртуака. Вот из этих 12... А это что, особо приближенные к императору, к Басевску, что ли? Знать не знаю, но они местные, они местные из колониции, они пошли подписывать. То есть, они их как кооптировались. Да, да. И они пошли туда, они проголосовали. Так вот, есть 12 человек, которые подписали эту декларацию, ну, кроме Гемпы и Киртуака, 9 из них только местные советники. Вопрос, что остальные три? Один примар, я посмотрел, да. А еще два, это юрист, суспендат демфункции, который уже там не работает, подписался за эту декларацию. И я не исключаю, что дальше и уборщица пошла. Чтобы лишь бы не осталось там свободного места, типа подписали все и так далее. Он на нем единогласный. Да, конечно, да. Там странные чужие подписи, непонятно, кто там подписывается. Написано консилию, локал, поставлена печать, сделана через заседание. То есть, копейку ребята отработали, символы толкнули за наши идеи, и все пошло нормально. Ну, они не хотели отставать, видимо, у них тоже свои политические взгляды. Но не стоит забывать, я еще раз говорю, это не останется безнаказанно. Раньше или позже я обязательно буду настаивать на том, чтобы мы вернулись к этому вопросу и привлекли к ответственности максимально возможно этих людей демонстративно. Чтобы они знали, что такого рода самодеятельностью заниматься в премарии. Анти-государственной, анти-конституционной. Нельзя. К сожалению, у нас пошли по этой волне дальше еще и другие премарии, и они еще дальше будут и будут, но, видимо... Ну, что-то как-то стало затухать это движение. Я так понял, что руководство Демпартии прикинуло, что как-то... Камалуа, то хейса, пацаны. Как-то говорят, что мы тормозили. 80 с чем-то сел уже проголосовали. С другой стороны, почти 300 проголосовали против такого рода. А 300 проголосовали против? Против. Уже почти... Ну, там, я не знаю точную цифру, но это не больше 300 сел. Значит, сколько у нас получается вот даже при этом? 300 на 80. 300 на 80. Ну, если взять по населению, то там, где эти 300 населенных пунктов, это превышает 1 миллион человек. То есть, уже идея об унире, уже считайте... Она сдохла. В случае референдума, да, уже сдохла. Вот, считай, пусть даже проходимцы, пусть это подделалка и за деньги, и все, но даже вот эти липовые цифры, как ты говоришь, 300, которые против унире местностей и 80, которые за, если еще учесть, как ты говоришь, кто там голосовал. Да, да, да. И так далее. То есть, считай, что это такой, пусть корявый, кривой, но это и есть, собственно, референдум. То есть, основная масса народу. Людей против. Причем, внимание, это люди из мест, из сел в основном, это люди от земли, от цехи ближе. Ну, есть же у нас еще города, там и районы проголосовали, но они дублируются, они и так, и так. Но то, что мне искренне не нравится, как гражданин республики Молдова. Вот я не отрицаю, что есть в Украине, к примеру, сейчас в ЦАХ или в Одессе люди, которые очень положительно смотрят на Молдову. Но это не значит, что я пойду туда сегодня и буду делать антигосударственную, антиукраинскую пропаганду в Украине, за то, чтобы эти территории отошли к республике Молдова. Я себе исключительно... Хотя, если мы на карту посмотрим еще Царскую, мы там увидим Черновцы, Хатин, Килия, Измаил, Белгород-Днестровский. Все входило в Бессарабскую губернию. Естественно, мы патриоты. Но как-то мы вроде не претендуем у товарищей. Вот это отречает нас. Да, мы патриоты, мы любим Тухар, мы любим этот народ. Но так случилось. Мы не можем быть ревизионистами. Мы еще за противом могли бы поспрашивать. К ним тоже есть определенный вопрос. Но вы представляете, пойти там, сделать антиукраинскую пропаганду. Сколько еще дней я там буду находиться? Или то же самое сделать в Румынии. Но у них тут это получается. И еще тоже, что мне как гражданин и просто как человек, меня огорчает это, когда соседи тебе смотрят в лицо, улыбаются и говорят, я тебя уважаю, а за спину делают все, что они хотят против тебя. Вот так же Румыния говорит. Мы первые вас признали. Мы же братья, правильно? Да, у нас общая история. Ну окей, у нас общий язык, согласен. Вы независимая страна, мы вас признаем, помогаем, мы ваши адвокаты по... Учебничков вам подкидываем по истории Румынии. Но плюс к этому, они еще приглашают этих мэров в свой парламент и стоя аплодируют им. Аплодируют, извините, за что? За призыв к развалу государства. Секундочку. А когда в Трансильвании там венгерские активисты поставили флаг Ценутул Секуески, они сказали, там, где будет висеть этот флаг, рядом с ним будут висеть те, которые их там поставили? Подождите, если... То есть ты хочешь нашим соотечественникам, Дима, не все люди знают. Значит, когда Вторая мировая война закончила, Юрий Соренович сказал, так, Бессарабию вертайте в зад, ребята, где было. А вот Трансильванию, венгры, там, румыны перебежали на сторону русских, а венгры дрались до конца. Трансильванию забрать и отдать румынам. Так и было. И вот теперь эти идиоты не понимают, стоит тут шевельнуться у нас, бывшей Бессарабии, они тут же получат Трансильванию по голове. Но не стоит забывать, что у них там почти 2 миллиона жителей венгров в Трансильвании. Причем это ребята образованные, организованные и очень... Вы только в Карпаты перейдите и уже увидите другую разницу. Вот там Европа, вот на юге, там, где Валахия, Мунтенья, Царь Румынянского, там никакая не Европа. В Молдове тоже, в Молдово-Запрутской самый бедный регион, румыния. А Трансильвания самая культурная и самая развита. Да, и вот, когда эти ребята выходят с таким, они говорят, ну, мы хотим культурную автономию. Вот флаг нашей культурной автономии. Ценутусик уезд, там 3 уезда, где... Это в Трансильвании, они все венгроговорящие. Да, да. То есть они себе... Там 85-90% венгроговорящих. Они готовят себе мину, подсох. Как они шевелят, тут, тут же получают, там. Ну что, Дмитрий, давай завершай, я слушаю последнее, так сказать, и скажи что-то нашим телезрителям. Ну, во-первых, спасибо вам за приглашение. Очень рад, что вы дали мне возможность высказаться здесь. Обращаясь к нашим гражданам по поводу этой тематики, хотелось бы сказать следующее. И есть на Молдавском, знаменитый молдавский поэт Михаил Неск написал, «Чей вал, кавал, утречи, туромы, латвати, речи». То есть будут эти декларации, будут еще другие... Волны пускать, да. Будут еще другие моменты, которыми они попытаются помешать нам построить свое сильное, независимое, суверенное государство. Но, несмотря на все это, мы прошли через всякого рода оккупацию, через всякие войны. Мы похожие времена проходили. Вот, но мы все-таки выстояли. И я уверен, что у нашего молдавского государства есть очень хорошее будущее. Но это случится тогда, когда мы сможем, наконец, посмотреть правду в глаза. Когда мы увидим этих болтунов министров и депутатов, которые приходят и говорят непонятно о чем, на другом вообще языке. Когда мы увидим этих политических партий, которые навязывают нам странные идеи, а не конкретные про экономику, инфраструктуру, социальную область и так далее. То, чтобы мы им смогли сказать в лицо, дорогой политикан, депутат, министр и так далее. Иди-ка и поищи себе свободных ушей в другом месте. Вот, когда мы сможем это сделать, то, поверьте, у нас в стране и ситуация улучшится, и экономическая ситуация, и самоуверенность в нашем будущем и в нашем государстве поднимется. А до тех пор нам остается всего лишь работать и работать. Спасибо вам. Ну что, обнимаю и благодарю за... И хотел бы сказать, дорогие соотечественники, мы говорили, мы всякое видали, всяких проходимцев, проходили мы через все. Мы должны понимать, у нас другой родины нет. Вот я с гагаузами говорил, мне говорят, Виктор Иванович, куда нам поддаться? Вот это наша родина, и мы ее будем защищать всеми способами. Говорит, пусть никто не надеется, что вот так здорово живет, у нас удастся на нас кому-то лапу поставить. Я сам бельчанин, я хорошо знаю северян. Там народ тоже своеобразный и тоже не позволят никому там это самое. Я уж не говорю про тех, которые живут по ту сторону Днестра. Мало того, да сами румын, они прекрасно понимают, стоит им только шевельнуться здесь, как они в Трансильвании получат такое, что там никому мало не покажется. Поэтому смысл один. К этому надо, конечно, относиться очень серьезно. Ко всей этой пропаганде, агитации, ко всем этим движениям, ко всей этой чуши и глупости. Безусловно, серьезно. Но еще раз говорю, не поддавайтесь на всякие там страхи, на отчаяние. Люди на это и рассчитываются. Нести смуту, запугать, задурить голову и так далее. Видали мы этих ребят. Правда за нами и будущее за нами. Ну и под конец, я думаю, вот мы, Дима, с тобой вместе, пользуясь тем, что завтра, 8 марта, поздравим наших дорогих женщин с этим замечательным весенним праздником. И чтобы они знали, что мы не вытворяем мужики на этом свете, в конечном счете мы это делаем ради них, ради наших любимых, ради тех, кто нам дал жизнь и наполняет ее смыслом. Спасибо за внимание. Аминь. 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 Аминь.